Добрый вечер! Всех с праздником! Спасибо, что пришли. Меня зовут Майя Брю, я духовный целитель, работаю с разными практиками энергетическими. Для меня эфирные масла – это очень глубокий пласт такой. Я постараюсь вам за короткий срок рассказать то, что я поняла про них. Я с ними недавно, именно с этими маслами. То есть эфирными маслами всю жизнь, но именно с этими маслами недавно, буквально 5 месяцев. И постараюсь рассказать, чем меня это поразило и удивило. Наш мозг устроен так, лимбическая система, что нам очень нравится получать запахи, информацию через запахи. Любой запах приятный, он воздействует на нервную систему, исцеляет ее, расслабляет нас и делает много-много чего волшебного. Я хотела бы уделить несколько минут тому, чтобы рассказать про свое личное сознание, про эфирные масла. Эфирные масла бывают разного качества. Я начну с этого, потому что это самое важное, что может быть в нашей жизни. Есть отдушки, есть синтетические масла, есть разбавленные масла. Чистых масел терапевтического направления. Мы будем говорить сегодня про масла терапевтического направления. Ничего другое я не принимаю. То есть чистые терапевтические. Их можно принимать внутрь. Их можно использовать беременным, детям, младенцам, животным. То есть вместо химических добавок от клещей или чего-то там паразитов, да, можно использовать чисто эфирное масло. Ну и животных кошки более реагируют на масла. Да, вот у меня собака. Все в порядке. Иногда лежит над лампой. Ну я не скажу, что она их нюхает. Но иногда я замечала пару раз, стоит лампа, она свисается и нюхает, определенный аромат ее устраивает. Я на ней наблюдаю. Вот. Чистые терапевтические масла, да, их на рынке 2%. 2%. На земле нет столько растений, сколько у нас продается в мире пузырьков масел. Чтобы изготовить серьезные масла, такие как роза, жасмин, да, нужно переработать огромное количество продукции, лепестков, несколько грузовиков, розы. Чтобы получить пузырек вот такое масло лимона, 15 мл, 75 лимонов нужно обработать, да. Ну, лимон цитрусовый здесь холодного отжима идут из кожуры. Чем мне понравилась именно эта продукция? Ну, во-первых, то, что эти масла можно пить внутрь. Я раньше не знала об этом. Раньше я использовала масла, как, наверное, и все. Водичку под свечку. Свечка под ним. И греем, нагреваем, молекулы растворяются. Терапевтические масла категорически запрещено греть. Молекулы разрушаются. Вот эта лампа я включила. Холодный пар, прохладный, можете пощупать. Она ультразвуковая, отключается через 4 часа сама, когда заканчивается водичка. И молекулы при таком распространении, они долго содержатся в помещении, очень долгое время, и не разрушаются, что очень важно. Тепло, огонь разрушает масла. Но если мы туда нальем синтетику, понятно, уже там, уже не важно, под огнем она у нас, или с холодным паром, в ультразвуковой лампе, это не важно. Ну, раз вы здесь, возможно, вы слышали про эфирные масла, уже много и сталкивались с ними. Есть кто-то, кто ими занимается, если так уж быть конкретно? Хорошо. Ну, про эфирные масла, если взять историю, издревле все знахари, целители всегда лечили травами. Эфирное масло – это концентрат от 100 до 1000% самой сути растения. Когда мы читаем какие-то книжки, что это масло помогает от бронхита, вот сейчас был вопрос, это масло помогает от того, вопрос стоит в качестве. Если человек нанесет, да, лаванда очень хорошо работает на кожу, она заживляет раны от ожога. Если вы нанесете синтетическое масло на ожог, вы получите еще один ожог. Это тоже понятно. Если вы нанесете чистую лаванду, куда-то я ее не достала почему-то, она у меня в сумке, то этого не произойдет, пойдет заживление. Эти эфирные масла работают и с аллергиями тоже. Когда молекулы масел проникают внутрь, обостряются процессы очищения. И были случаи, когда с герпесом работали мы, да, выброс большой шел герпеса на коже, снижали дозу, но не прекращали. Постепенно все это сходило на нет. Поэтому мы знаем, что издревле люди пользовались этим, но это чистые масла, они были всегда доступны, подношения богам делали, жрецы работали с ними, да. Если брать страны Востока, то есть благовония те же, да, дорогие благовония именно, они использовались всегда в храмах, очищение пространства. Есть очень интересный сбор, он называется, так называется, воры. Во время чумы, по-моему, в 15 веке, в Европе, когда гуляла чума, банда воров орудовала, они сбор трав помещали в маски и ходили, грабили дома, где лежали покойники, которые были заражены чумой, туда никто не ходил. И в конце концов поймали, но им даровали жизнь взамен на этот сбор, да, то есть рецепт этого сбора они отдали, сохранив себе жизнь. Этот сбор тоже раскрыт, он есть в коллекции, и он, так как он работает с чумой, с таким серьезным заболеванием, понятно, что все вирусы, гриппы, ангины, все остальное, что у нас вот косит просто, у меня ребенок в школе учится, то есть третью четверть мы учились, по-моему, неделю. Пять человек в классе из 32, по-моему, у нас здоровые бегают, остальные все с антибиотиками, которые не помогают, да, у организма идет привыкание к таблеткам, к химии. В принципе, из эфирных масел можно создать природную антибиотику, да, и входит вот этот сбор тоже, сбор воры, не очень большой параметр, гвоздика, корица, знаю, точно есть, но там очень много-много ингредиентов. Еще что хочу сказать, отличить как, да, эфирное масло чистое от примеси, то есть когда на пузырьке написано 100% чистое, да, может быть, производитель, естественно, конечно, прав, но он не пишет, что он его разбавил. Не может чистое 100% эфирное масло розы стоить 800 рублей, видела и по 200 рублей, видела и по 40 рублей, да, то есть таким образом вы можете уже получать информацию, плюс масла натуральные, они должны быть запакованы в пузырек темного цвета, интарного цвета, то есть в темное стекло обязательно. Компания, которая предлагает чистое эфирное масло, она действительно не будет рассказывать очень, потому что, конечно, сертификаты и опробирование это все есть, и вряд ли на упаковке будет написано, что это самое наичистейшее, да, здесь стоит 100% чистое масло, все, тема закрыта. Я расскажу, так как я здесь рассказываю про определенную компанию, поэтому я ее сейчас и буду рекламировать, а на самом деле слово рекламировать я не люблю, так как целитель, я ищу техники разные, и когда я хватаю что-то очень вкусное, да, и хочется об этом всегда рассказать, в любом случае ко мне люди обращаются с проблемой, в любом случае я об этом рассказываю. Впервые я провожу вот такую встречу не для своих клиентов, пациентов, а просто вот это видео сейчас идет, и вот то, что вы пришли. Люди со стороны, как говорится, вы меня не знаете, я вас не знаю. Обычно на доверие мне проще объяснить, сказать, что да, это так, люди, которые меня знают, мои пациенты, они берут, пользуются. Дальше, что меня еще подкупило в этих маслах? Ну, во-первых, то, что я узнала, что их можно пить внутрь, я уже говорила, да, для меня это было нонсенс, я познакомилась в Прибалтике с ними, и девочки мне предложили, для меня это был шок, я говорю, как, разве это можно? Выпила лимончик, мяту, на ночь помазала масло миры, на третий глаз и затылок во сне разговаривала с высшим я, ответ вопросу, то есть сознание расширяется, да, работает. Так как я экстрасенс, видящий человек, я их просканировала, то, что мне предложили, просто про каждый пузырек с закрытыми глазами, я рассказала ту историю, которая для меня интересна, то есть мне потом сказали, что про мяту ты сказала, что я бы отдала сыну своему, когда он делает русский математику, на сложные предметы, мята, она хорошо на кишечник работает, но она вообще универсальная масла, она много от чего, то есть вдыхание мяты очень хорошо активирует мозговые процессы, видать, поэтому я и сказала, для моего сына мята вообще была бы идеальна, на время делания уроков. А второе, что меня поразило в этой продукции, у них есть сборы масел. Я часто про масла рассказываю, вот сегодня приехала с другой лекцией, девочки говорят, можно самим же сделать сборы. Да, можно, но из чего и пропорции. Но тут я должна сказать немножко про руководителя компании, потому что это как бы третий пункт, но его надо было на первый перекинуть. Для меня это тоже очень важно, руководитель компании Гарри Янг, он очень духовный человек, он очень верующий человек, он был парализован долгие годы, и пребывая в вере, он молился и попросил, «Господи, если ты мне вернешь ноги, я буду служить людям». Такая история. Он ходит, его жена родила первого ребенка, они поздно познакомились, 54 года, второго ребенка в 57 лет. Ну, это показатель хороший тоже, как работают масла. Вот, и естественно, если вы знаете, что такое Грегор, вот я смотрю с позиции не ароматерапевта, я, возможно, даже не буду вам рассказывать про состав сборов, о чем каждое масло, информации очень много в интернете. Мне проще рассказать свое видение этого процесса. Это очень мощный, светлый Грегор, который ведет этого человека, и он служит людям. Эфирные масла медицина будущего, то, что лекцию назвала, для меня это так. Я, по сути, не пью таблетки, лекарства уже 10 лет. Мы не болеем, ни я, ни моя семья. У нас другая реальность. И, казалось бы, зачем мне это надо было? Но настолько опять вглубь пошла работа личная, трансформационная, на уровне духа. То есть, например, есть сбор травмы лайф, травмы жизни. Пользуясь им месяц, нет, там буквально второй на третий, за месяц он у меня закончился, на второй, на третий день мне во сне просто приходила информация, какие блоки мои личные, травмы, про которые я давно забыла. Я психолог с двумя образованиями в терапии, часто бывала, когда обучалась, понятно, супервизия и все. То есть, скрылись те вещи, которые ни я, ни мои супервизоры бы не додумались. Но мы до этого не докапывались. Это вроде мелочь какая-то, но это была травма, и она была на клеточном уровне. Так как во сне я это все считала, значит, оно ушло. То есть, мне приходила информация, что уходит. Эфирные масла, у них есть свойство, у чистых эфирных масел, да, проникать, так как из-за своего, из-за состава, то есть молекулы очень малы, они проникают ежесекундно даже за барьерные органы, такие как мозг. То есть, если я наношу сюда маслице, через несколько секунд, мне важно, чтобы оно дошло до шишковидной железы. И я духовный человек, шишковидная железа, мы знаем, это соединяет нас с высшими силами, да, проводник. То есть, мне важно активировать этот орган, про него мало что говорится и пишется. Вот, и все те трактаты древности, в которых описано, какое масло, чего помогает, это все действительно работает, но у людей порой, как с опытом, это реальный опыт женщины, которая помазала на обожженную руку лаванду синтетическую и вообще получила ожог, конечно, после такого опыта людей отталкивают, да, от взаимодействия с эфирными маслами. Просто важно разграничить, да, есть отдушки, есть синтетика, есть разбавленные, оно может быть чистое, но оно разбавленное. Поэтому эффект, результат, то, что мы ждем, то, что вроде же написано, с онкологией работает, почему нет, но не происходит либо, ну, в общем, вот. То есть, кстати, чистые эфирные масла, они не всегда оставляют, есть некоторые, да, но они всегда не оставляют жирное пятно, они испаряются, то есть синтетика и разбавленные оставляют жирные пятны. Вот. Значит, еще хотелось пару слов сказать. Да, для меня важно, что Эгрегор светлый, он ведет, и чистка на тонком плане у меня пошла уже еще до того, как я получила первую свою посылку, то есть у меня сложилось так. Вот. Еще хочется пару слов, я все дела сейчас выписывала, потому что это не запомнить, сказать про вибрации. Значит, чистое эфирное масло, у каждого масла есть свои вибрации, у тела человека есть свои вибрации, у органов есть свои вибрации, у заболеваний тоже есть свои вибрации. Ну, например, если мы выпиваем чашку кофе, мы примерно понижаем на 8-10 МГц, да, вибрации наши, и 3 дня восстанавливаемся от одной чашки кофе. Если мы... Ну, это исследование проводили, не стала даже писать по ученым, все равно вы это не запомните. У меня эта статья появится скоро на сайте, обрабатывая ее. После нанесения масла вибрации возвращались на круги своя. Если вы выкурили сигарету, там побольше, на 10-15 МГц, вернее, стоите рядом, да, с курящим человеком. Если вы сами курите, еще больше. Теперь по маслам. Вибрации этих масел от 52 до 320, ну, розы 320 или 340 МГц, масло розы. Оно самое дорогое, оно самое высоковибрационное растение на Земле. И вообще эфирные масла являются самыми высоковибрационными субстанциями, которые есть в нашем мире. Поэтому, если у нас больной орган, да, ну, хорошо, среднестатистический человек здоровый вибрирует, ну, примерно 65 МГц. Мозг гения вибрирует примерно, я могу ошибаться, это вот что-то в памяти помню, 82-85 МГц мозг гения. Ну, онкология где-то вот 35, да, 30, да. Сейчас посмотрю. Вирусы 55 МГц, смерть наступает до 20 МГц, вибрации снижаются, грипп 58, ну, в общем, вот такой разброс. Есть также вибрации, шкала вибраций продуктов, да, чистых продуктов, трав, ну, сразу скажу, консервированные овощи 0 МГц, то есть пустая еда, поэтому смысл их и кушать, да, законсервированные. Травы живые, сухие от 28 до 20 МГц вибрации. Теперь скажу такую подборочку. Масло сандала, я повторяюсь, говорю про чистые масла, 96 МГц. То есть понятно, да, если брать тот же грипп, ну, неважно, какие-то заболевания, в любом случае это выше. Мелисса, 102 МГц. Скажу про Мелису. Вот в этой компании подход, нет, я договорю про МГц, потому что, я вижу, записывает кто-то, а потом вернусь к Мелиссе, напомню, забуду. Ромашка немецкая, 105 МГц, Мира, да, масло Мира, 105 МГц, Лавант, 118 МГц, Равенсора, 134 МГц, Бессмертник очень мощный, 181 МГц, и Роза Дамасская, 320 МГц. То есть понятно, пребывая в этих вибрациях, этих масел, мы повышаем вибрации свои, да, для этого и нужно этим использоваться. Теперь вернусь к политике этой компании. Я уже говорила, что руководитель компании очень духовный человек, и у него, ну, его вернули к жизни, он ходит, да, естественно, он служит в служении. Поэтому он очень дотошно относится к выбору, во-первых, семян. Это единственная компания, у которой стоит вот такой значок от семечки до упаковки. Он отслеживает процессы от начала до конца. То есть подбор семян, это первый этап, да, отбираются. Второй этап, отбираются плантации, где выращиваются. Не абы где, где подешевле купить кусок земли, подбираются плантации по всему миру, он очень много ездит, развиваются, и постоянно какие-то новые сборы, композиции мономасла появляются. По-моему, 8 плантаций на данный момент личных. Территория, ну, вот знаю точно, в Черногории бессмертник выращивают, 70% лаванды во Франции, это идут в нашу лаванду. Америка, Эквадор, Австралия, Канада. Ну, может быть, что-то еще, что-то забыла, да. Есть очень редкие масла, которые тоже производятся только там. Дорадо-азу, такое растение, и, по-моему, черная ель. То есть эфирные масла. Причем хвойных очень много. И голубая ель сайдаха, просто великолепная, одно из моих любимых масел. Она сейчас меня увлечет, то есть от всего нацемное. Так, и, например, подход. Удобрение никакой химии, это понятно. Вручную сорняки убирают, ну, потому что иначе никак. Ну, то есть это убирается без химии. Удобряется кожурой бананом, отходами от производства этих масел. Такое растение, как мелисса, оно очень высоковибрационное, и оно очень хрупкое. Она не любит, когда его бросают в грязь. То есть аромат уходит, как живой человек, да, вот его испачкали, и она не любит, она скукоживается. Она лучше растет под классическую музыку, то есть дает больше аромата, поэтому с ней так и взаимодействует. Если взять жасмин, у него самый вкус, цвет, аромат, насыщение идет ночью. Сломанный листик жасмина теряет свои качества. Сломанные листики жасмина в обработку не берутся. Тут не просто стопроцентное качество, но стопроцентное качество из ста процентов, да, то есть вот насколько есть информация по миру собранная, как с тем или иным растением можно взаимодействовать. Я с ними разговариваю, общаюсь, они живы. Я представляю, что делает Гарри Янг, да, раз у него вот этот вот весь пласт информации. И, естественно, если жасмин нужно собрать ночью, если его перевести сутки, да, то есть я произвела и кому-то продаю, он теряет в качестве. Это будет чистый жасмин, пусть без удобрения, но качество все равно чуть-чуть меньше. То есть этот человек старается добиться вот 100 из 100 процентов, все, что можно выжить, да, он делает. То, что про духовность, я Гарри говорила, ну, он сам по себе очень интересный человек, я с ним лично не знаком, но чувствую его вибрации. Есть три вида ладана у него. И священный ладан один – это единственное растение, которое растет в мире только в Омане. Правительство Омана никогда не разрешало вообще никому его трогать, особенно и вывозить. 15 лет и разных исследований привели к тому, что Гарри договорился с ними, стоит завод, то есть, ну, как-то убедил, стоит завод на территории, то есть у местных людей, вот это вот все, они приобщены к этому бизнесу, да, и есть вот этот, есть эфирное масло священного ладана, которое очень уникально, очень высоковибрационное, дали добро на вывоз и на продажу. Это тоже немаловажные такие факты, которые говорят о многом. Компания преследует еще такую политику, что не просто вырубая леса и делая эфирные масла, лишь бы быстрее продать, они также сажают эти деревья, естественно, ну, если речь идет о деревьях, да, ели, сосны, пихты, очень много, то есть там подборчика большая таких масел, вот, то есть это за политику экологичность, то есть экологичность во всем, не просто сейчас все срубить, быстренько выжать сок, заработать денег, а что детям достанется, нет, он не про это. Это тоже очень хорошо подкупает и располагает. Далее, значит, про выращивание. Очень много о ферме говорила, и с кооперативами, с кем заключаются договора, естественно, там очень жесткий контроль качества, очень жесткий. То есть если просто взять продукцию, вот вышла шкала масел, да, там, не знаю, тысячи миллионов пузырьков, не знаю, берется любые масла, в разные лаборатории отправляются на проверку. Есть свои лаборатории, естественно, вне зависимые, естественно. Если это масло не прошло, вот это вот 100% качественное тестирование, всю партию выливают, не перепродают, выливают, понятно, да? Новая информация такая тоже интересная, не знаю, правильно ли я делал, что я об этом говорю, но, наверное, вот мне хочется, я говорю об этом. То есть человек отказался от, то есть со своего уже кооператива привезли милицу, очень большую партию, его качество не устроило, он мог бы заработать 15 миллионов долларов, он их решил, но он отказался от этого, то есть милицу продали куда-то, кто-то из нее что-то сделал, но его не устроило качество, он от нее отказался, потеряв, ну, не заработав на этом 15 миллионов долларов. То есть это говорит, опять-таки, об очень серьезном уровне духовности человека, об ответственности. Поэтому, как вначале я сказала, что эти масла можно пить внутрь, на ребеночка, на младенца, только вот сегодня читала лекцию, да, для беременных женщин, после рождения сразу, пожалуйста, наносить на макушку масло ладана. Тут же идет очищение, снимается полностью стресс после родов у ребенка, да, ну, с мамой там понятно. Вот, то есть такой грамотный подход. Ну, естественно, упаковка, да, это и само собой качество. В общем, принцип такой, от начала от нуля до конца довести продукт с жестким, серьезным контролем. Сейчас у нас тут горит масло, это не одиночное масло, это композиция, она называется боданзе изобилие. То есть чуть-чуть еще скажу про композиции. Соединяя определенные масла, не абы как с головы, да, а так, чтобы одно масло усилило другое. То есть в композициях они друг друга еще больше усиляют. Масло боданзе, оно работает на, ну, изобилие. Привлекает изобилие в вашу жизнь, но через что? Через трансформацию ваших страхов, что нам в жизни чего-то не достает, не хватает. То есть повторюсь, эфирные масла работают на клеточном уровне. Они проникают в клетку, в проблемную. И так, как я говорила, что у каждого заболевания есть вибрация, у эфирного масла есть вибрация, проникая, таким образом происходит исцеление. На самом деле все просто. Поэтому все те книжки, которые я видела у вас в руках, что это работает от бронхита, это от вирусов, это все работает при условии, если масло 100% чистое. Ну, в принципе, я достаточно рассказала. Я не думаю, что буду рассказывать про каждое масло в отдельности. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Я хотела спросить, на счету предпринимания волос, как началось вопадение, я читала про Ристер Бейбс, Розмарин, соглашусь. Вот у меня стоит любимый запах. Он очень хорошо активирует мозговые тоже процессы. Это первое. Второе, причинный уровень падения волос. Если это стресс, нужно сделать такую подборочку. А в-третьих, масло кедра. У нас очень хорошо. Вот есть масло кедра. Если хотите, потом понюхайте. Тоже очень серьезная штука. Девочки отзывы уже свои писали именно по укреплению волос. Отзывы есть. Отзывы есть, да. Да. Ну, я всегда работаю с причиной, поэтому масла в любом случае уберут причину. Да, они высоковибрационные. Но в любом случае сделать подборку именно для причинного уровня тоже. То есть если человек постоянно пребывает в стрессе, надо помочь ему. Не следствие сразу, да, кедром, а вот именно то, что розмарин хорошо мне нравится. Ну, все, что снимает стресс, очень много наименований. То есть даже буду перечислять там сборы, это название вам ни о чем не дадут. Но стресс уходи, прям, есть и такое название. Вот у меня здесь есть. То есть, пожалуйста. Мир и спокойствие. И в этих сборах бывает до 27 масел. Причем такие редкие, которые я вообще никогда не слышала в жизни. Это не просто то, что на слуху лимон, розмарин, мята. Такие редкие вещи, про которые не слышала никогда. У них есть библейские сборы, то есть высоковибрационные масла. Много в книжечке даже есть информация, ссылки на Библию, да, про какое масло, про миру, про ладан, ИСОП, высоковибрационные, да, говорилось, что Иисусу преподносили и всегда в дар Бога вибрационные масла. Я вам дам визиточку, пожалуйста. Она не моя, я член этого сообщества. А как называется? Янг-Ливинг. Как я поцелудочно лучше вдыхать, да, и не намазывать же правильно. Нет, смотрите, во-первых, всегда при соприкосновении в начальном этапе с маслами, желательно их наносить сначала на стопу. Ну, либо вот на это место, чтобы проверить аллергичность. Пошел, что, смотрите. То есть это про это, да, нанесите на стопы, и энергия, то есть масла, молекулы, они проникают снизу вверх, то есть через все ваше тело, трансформируя блоки на клеточный уровень. Да, но смотрите, вот эту книжку, ее пересказать невозможно, там, видите, 500 страниц, и, в принципе, по каждому маслу есть определенные точки. Их можно наносить на чакры, их можно наносить на органы, на проекцию, да. То есть если есть сбор, отпускание его мы наносим на печень. То есть отпустить агрессию и гнев. Очень масла хорошо работают со школьниками. У меня очень много мамочек, у которых вот уже дают отзывы, улучшилось, просто образовательный процесс улучшился. То есть этот стресс проходит. Так как они высоковибрационные, они очень хорошо работают с сущностями, да, которые есть везде и всюду. Рычает, кусается и агрессирует. Пожалуйста, зажгли лампу, даже если некогда кому-то, вот, пожалуйста, на ночь я прихожу, бывает поздно, ребенок уже спит. Ну, не буду его будить, мазать ноги. Я включаю лампу, она через 4 часа сама выключилась, ребенок спит и дышит. То есть ночью происходит исцеление. Очень просто. А вообще по точкам, если вас какое-то масло заинтересовало, там, посмотрите, там есть несколько видов нанесения. Некоторые масла нужно желательно разбавлять, потому что, ну, об этом тоже сказано. То есть такие серьезные жгучие масла. Кстати, вот этот сбор очень жгучий такой при нанесении на кожу, который сейчас у нас здесь играет. Ну, много каких сейчас уже не буду вспоминать. То есть лучше разбавлять. На кожу лица наносится лаванда, мира, элами масло хорошее. Это тоже ладановое, басвелия, верево. И семена морковки, эфирное масло. Можно тоже разбавлять. Очень шикарно работает на подтяжку кожи лица. Есть разные программы по очищению. Естественно, есть сопутствующая продукция. Очень много. Я сейчас сама нахожусь в терапии такой пятидневной. Это только на препаратах. Три раза в день. Одна капсула, там, сбор масел эфирных, плюс порошочек, и плюс сок ягод Годжи. То есть я ничего не ем. Первый день я сходила с ума, конечно. Я сижу, вот обычная лекция читаю очень быстро. Я сижу в каком-то дзене. Причем это вторая лекция. Я чувствую себя очень спокойной. Первый день я вообще ничего не ела. Там, оказывается, написано, что там можно. Там две ложки орехов такое. Спокойно переношу сегодня третий день без еды. А это тоже все ваши депараты, ваши департаменты? Да, да, да. Нет, другое я убрала. Выкинуть, конечно, жалко. Но как-то в подъезде буду использовать. Но только это. То есть и шампунь, и крем, много чего. Вот по чуть-чуть, и потихонечку я приобщаюсь. То есть меня... Да, есть такие масла, очень жгучие и очень пахучие. Например, я заказала сразу же себе масло имбиря. У меня ребенок очень любит имбирь. Он его килограммами может маринованной кушать. Заказала масло имбиря. Ужасно противный запах. Просто невыносимый. Я кому подсовывала, просто мало кто его, видать, заказывал. Даже девчата, кто дольше меня пользуется. Были очень приятно удивлены. То, что имбирь может так вот в своем концентрате. Это невыносимый запах. Ну, что, выпили без капсул не было у нас. Ну, выпили так с ребеночком. Зачем-то я его заказала. Но теперь зато знаю, буду рассказывать. Будьте аккуратны. Если заказываете имбирь, сразу лучше заказать капсулу. Потому что без капсулы это мята. То есть, чуть-чуть был ожог. Ну, ожог. Очень резкий запах. И, естественно, концентрат. Я капаю прям в рот. Можно с водичкой разослить. Ну, мне вот некогда. Я набегу все. Я прям в рот. Привыкла. А ребенку, когда водичку, ну, видать, размешали, капля остановилась в центре. Он выпил. Попала в гортань. Естественно, у него были очень большие глаза. А водой эфирные масла не запивать. Так бесполезно. Будет еще хуже обостриться, да, вот это Женя. Тыквенное масло, он его любит. Дала запить, сразу все прошло. Если эфирное масло попадает в глаза, то уже не водой. Абсолютно вы усугубите ситуацию. Нужно именно маслом обычным. Да, ну, оливковое, что под рукой есть, выбирать вот эти ожоги. Это большой концентрат. Дезировка все по каждому индивидуально. Потому что есть очень серьезные, мощные. Есть такие слабые, прям мягкие, пушистые. Хотя работают... Ну, давайте про то, с какими заболеваниями. Книжечку я с собой взяла. Если интересно, еще потом вот можете то, что для себя посмотреть. Но там весь спектр заболеваний, которые может прийти на ум. Да, по-моему, начинают сразу. Физическое и психическое насилие. Альцгеймера, Паркинсона, СПИД, рак разных органов, перечисления, психология. Да, если взять те же цитрусовые, это все исследования проведены. Мандарины больше всего лимонелла. Делимонелл составляющая такая, которая уже всеми учеными доказана. Противоопухолевая составляющая, очень хорошая. Цитрусовые пьем постоянно. Опухоли нет, но пьем. И не будет. Да, лимон, грейпфрут, джет-леймон, вот китайский есть. Новое масло еще не открывало, лежит красивое. Мандарин, грейпфрут. Грейпфрут, понятно, можно как внутрь, так и пить, и наносить на кожу, да, на проблемные места, у кого есть, если говорить про цитрусы. Но это очень мощный оксидант, очень мощнейший. И просто использование этих масел уже профилактика. Конечно, если уже онкология какой-то третьей стадии, да, у меня были такие пациенты, справлялись. В любом случае, это нужно, нужен период, нужно принимать многие какие-то вещи. Ягоды Годжи у них очень хорошие, с эфирными маслами, 60 миллилитров, вам как, ну, я не знаю, Red Bull давно не пила, но, наверное, так же воздействие может лучше, да, ну, просто это здоровый напиток. А у вас же это все вывести, я вот это больше. Да, у них там свой состав. Ну, я это не раздаю, я вам дам почитать, пока мы еще здесь сидим, полистайте, если хотите. Не потому что я жадная, а потому что это на русском языке, вот это все, печатные продукты я привожу с Прибалтики, девочки там печатают. К нам масла пришли из, то есть из Европы в Прибалтику, с Прибалтики вот до России доходят. Компания еще не зашла сюда, вот, то есть нет, предстоит, в следующем году будет доходить, заходить. Поэтому на русском языке, там чуть с ошибками, но благодарна девчатам, что вот эти книжки, все они сделали на русском языке для русскоговорящего населения. И те, кто потом будет с этой продукцией работать, конечно, это все я дам. А я визиточки дала. Да, если вам интересно, я расскажу тогда... Да, там вода, вот стольчика, на 4 часа. Ну, сам концентрат первые полчаса, но на самом деле, когда заканчивается вода, запах еще есть. То есть если эти масла, они быстро как бы впитываются, ну, в общем, улетучиваются, в любом случае, на ночь наношу миру, утром встаю, я пахну. Не знаю, может быть, подушка, но запах есть почему-то. Ну, еще, а вот этот справочник тоже можно приобретать? Когда будете этим заниматься? Да, потому что там большая часть информации для именно вот этой продукции. У них около 100 сборов. Причем сборы, повторюсь, серьезные. Прежде шизофрения, депрессия, да, суицидники. То есть это серьезные вещи, которые рабочие. Естественно, вся продукция сертифицирована. Естественно, и очень много исследований проведено. У нас на Ютубе есть лекция. Вы можете, плохая связь, плохой звук, Городецкий или Городицкий. Профессор Городецкий, лекция о эфирных маслах. Он именно об этих маслах говорит. Он грамотно, как специалист, как медик, рассказывает, как работает эфир на клеточку. Ну, я вот как пыталась вам объяснила, да, что просто в соответствии вибрации. 340-320 МГц роза и смерть 20 МГц, да. Ну, понятно, мы не с того света будем возвращать, но в любом случае, если мы будем это использовать, болезнь будет сходить на нет и уходить. В любом случае. Как набрать профессор Городецкий? Или Городецкий, эфирные масла, лекция эфирные масла, Ян Кливин. Можете послушать. А сущность, на какое масло мы любят? Какое? Сущность. А любое. Любое. Ну, у нас в церковь сзади там есть ладан, да. То есть тут три вида ладана. Это как минимум. Ладан от всего. Вот сегодня читала лекцию, девочка посмотрела по заболеванию в книжке, говорит, что мне, что мужу нужно одно, по-моему, масло и многое. Литров пять. Это ладан. То есть от их проблем, что у нее, что у мужа, что в семье, она нашла именно, что ладан один из тех препаратов, которые необходимы. Ладан. Любое масло высоковибрационное. Любое. А вы можете назвать топ-дом, 7, 10, это самый высоковибрационный. Самый высоковибрационный. А вот я сейчас читала. Роза. По снижению иду. Роза 320, Бессмертник 181, Ревенсора 134, Лаванда 118, Мира 105, Ромашка немецкая 105, Мелисса 102, Сандал 96. Ну, тут не все. Сборы, они тоже высокие вибрации, просто сборы не... Нет у меня данных, как вибрируют эти сборы. А еще вопрос. Вот это и это. Это одна фенера? Да. Это, это... У тебя наборы еще? Да, это вот у меня набор чувств, тоже могу вам дать, пощупать, понюхать. Да, хорошо. Просто если есть какие-то вопросы, я отвечу, потом мы запись выключим и будем нюхать. У нас времени еще много. У нас вопрос, почему-то одни первые масла, вот даже я столько слышала. Какие? Это очень хорошо. Стих. Хорошая компания, их тоже, по-моему, можно внутрь прививить. Это вот одна из восьми компаний, где чистые масла. Одни тебя привлекают, ты можешь, а вторые ты можешь друг, которые отвергаются. Возможно, просто я не знаю эту компанию, я слышала, что хорошие масла. Вот ничего больше сказать не могу, но скажу про свою. То есть если берет человек, вот сегодня много людей продиагностировала просто маслами. Например, не нравится внутренний ребенок. Она же не знает, ну человек берет, у него хоть ужасный запах. То есть я понимаю, что проблема с внутренним ребенком. То есть через какое-то время, если он будет пользоваться, он ему понравится. Это уже проходили мы. Или, например, вот беременные, вот сегодня троим из 20-40 человек не понравилась гармония масла. Они не видят, что это гармония, этикеточка уже тут потертая. Это очень высоковибрационное масло, оно наносится от сердечной чакры до макушки. Оно гармонизирует нас. Тут 17 высоковибрационных масел. И роза, и все, тут состав описан в этой книжечке. Им не понравилось. Почему? Ну, просто они сейчас дисгармоничны, и в принципе, ну иногда же нравится вот быть беременной и плакать, да, потому что, внимание, все мне это, да и т.п. Просто поэтому, ой, мне это вообще не нравится. И все, убирают. Либо очень интересный опыт был с эфирным маслом ладана. Я пришла на одну, ну шабаш назовем, это вечеринка, хотел сказать, эзотерическая, но шабаш лучше подходит. И пораньше мы встретились, там друзья были, я только получила коробочку, я с ней всем наношусь, показываю. У меня было масло ладана. Ладан по-английски frankincense называется, там не поймешь, чего это. И я даю нюхать, сидит со мной приятельница, она свыше 30 лет молитвотерапией занимается. Когда она взяла это, ой, говорит, это вообще не мое. Ну вот так, да, то есть все понятно. Как может ладана масло быть? Я понимаю, что я тоже люблю имбирь, и концентрат имбиря, он мне был противен, но я, он, это серьезное растение, там, если почитать, о чем имбирь, да, это тоже очень серьезное и полезное растение. Ну ничего, как-то перепороли, но у ладана, в принципе, нормальный, адекватный, приятный запах, очень мягкий. Просто сработали сущности, вот к вашему вопросу про сущности, да, ладан, он от всего, потому что вот, когда я обучалась массажу по этим маслам, буквально месяц назад приезжала женщина с Америки, я про нее слышала. Женщина богатая, с достатком, ни с чем не нуждалась, но у нее где-то годик было ребенку, что у вас фиксия, проглотила что-то, и проблему, естественно, мозговое нарушение. Врачи сказали, все, это инвалид, ну, естественно, другая школа, все, спецобразование, если туда вообще дойдет. Она плюнула на всех, пошла искать мед. Она поехала в Китай изучать иглотерапию и все остальное, то есть она решила вытянуть своего ребенка. Она там познакомилась с Мэри, которая потом уже стала женой Гориангой, еще не были знакомы. Это Мэри ей через полгода, говорит, она мне позвонила, написала, вот то, что тебе надо, я нашла, срочно давай приезжай, покупай, в общем, бери. Вот такая история, и я эту историю слышала, а тут она и приехала, она ее еще раз рассказывала. Она показывала ребенка, прям фотографии, больной, в капельцах, в иголках, потом показала фотографию, какая уже девочка замужем, и показала фотографии внука, и рассказала, что внук, естественно, он вырос, да, будучи в животе у матери на маслах, после рождения сразу ему ладана на темечко, через неделю ему сделали массаж на эфирных маслах, это последовательное нанесение разных эфирных масел, очень уникальное. То есть я понимаю, что это настолько вот ценно, дорого, я не знаю, царский, божественный какой-то ритуал. Это не то, что массаж, что прям, да, там есть какие-то движения, но сам факт нанесения последовательное, грамотное, правильных масел вдоль позвоночника, человек перерождается, просто энергетика вахты, когда капаешь, просто видно, как меняется энергия, когда проходит капля через ауру до кожи, соприкасаясь, что происходит в энергии. То есть я это вижу, и, ну, это не описать словами, это можно ощутить, попробовать. Вот. К чему-то это началось, было. Розмарина чуть-чуть. А еще вопросы какие-то, вот? Что? Визитку вашу. Сейчас дам. А вот вот это. А сайт есть у вас? Да, конечно. Прошлите. Я могу об этом рассказать... Ой, извините, я что-то... Я об этом могу рассказывать и без офиса, и без сайта. Вы мне можете в любой момент позвонить, я вам еще раз могу рассказать. Я люблю это делать. У меня сейчас, возможно, такой путь, что мне хочется об этом говорить, поэтому сегодня я сюда пришла, я об этом рассказываю, и буду дальше это делать. То есть мне нравится продвигать этот эгрегор на нашей территории, вот будем так говорить. У меня очень много регалий. Мастер 4-й рейки, прогрессор космоэнергетики. Ну, на сайте, у меня есть другой сайт, вот если интересно, обо мне. А вот это для меня на данном этапе очень ценно. То есть то, что сейчас пришло в мою жизнь. Да, здесь основной, просто там обо мне информация, если вам интересно вообще понять. Вот я не ем, я, понимаете, я занимаюсь экзорцизмом. То есть это выгоняю, и знание сущности. Это очень серьезная работа, и мне нужно иногда есть мясо, хотя я его не люблю есть. Я не ем три дня, ничего. То есть для меня это нонсенс, я не могу не есть. Для меня это нонс, и там нет никакой химии, которая снижает, я не знаю, что травка какая-то может быть, я не знаю, что происходит. Первый день было очень плохо. Вот у вас книжечка про пятидневное очищение. Там есть более такое, проще, на 2-3 месяца мягкое. Ну, я вот сдуру, мне же надо сразу все попробовать, я же рассказывать должна. Вот сейчас я подопытная. У меня с собой там мешочек еще вот такой вот ужина, и все. Причем даже это не хочу. С собой сельдерей, я его не хочу. Можно ветку сельдерея, как выяснила, в определенный день. Нет, то есть при голодании первый день вот тяжело мне было, но это резкая перемена. И в принципе я вижу, я спокойная, я не дергаюсь, что мне нужно срочно бежать и что-то покушать. У меня сейчас вечером еще три пациента. И я с утра вела лекции в другом месте, приехала. Усталости нет никакой. На эфирных маслах у меня и так ее по сути не было. Ну как, ну был, да, у меня много командировок переезда. Сейчас мне стало проще с этим, то есть вообще проще. Я вот только ездила в тяжелую поездку в Астрахань 4 дня к шаманам. 800 километров в день по горам там. То есть не спамши по 5 часов, для меня это нонсенс. Я нормально себя чувствовала. Да, есть какая-то усталость, но как будто внутри какую-то батарейку включили. Я нюхала, пила их. То есть едем обратно, все спят в автобусе. Я смотрю прошлые жизни. Умется, мне надо что-то делать. Мандалы рисую. Ну то есть... Не знаю, я бы далечком. И вроде вот... Да, наверное, какой-то как наркотик. Как полезный, здоровый, не знаю. Наркотики не пробовала. Ну, наверное, что-то похожее. То есть состояние нормальное. Оно не эйфоричное, оно умиротворенное и спокойное. Поэтому третий день голодовки. То есть я не запрещаю себе. Я сейчас уже кушать не хочу. Не знаю, через пять дней что будет, как я там. Но надеюсь, не как люди после сухого поста начинают там объедаться и в больницу скорую ввозь. Надеюсь, у меня такого не будет. Все-таки тут пролонгированные эффекты. Масла я пила уже до этого четыре месяца. И вот решилась как-то спонтанно сделать вот эту вот процедуру. Пятидневную. Ну, что странно, у меня были опыты там, где они без воды. Ой, на воде, вернее, только без еды. Это нормально. Америка. Да, он американец. Посмотрите, у каждого, где растут растения, там производится. То есть лаванда во Франции. В Эквадоре много чего. В Канаде много чего. Вот Бессмертник, Черноборье основная точка. Основная точка. В Астралии что-то там, что-то какие-то ели. То есть это там производится. Но компания одна и вот товарищ, он оттуда. А не только на эфирных маслах? А что-то есть еще? А что еще? Нет, у них... Нет, у них... Есть, есть. Да, но это все на эфирных маслах. Если такое эфирное масло мы поместим в наш обычный крем, эфирное масло его будет растворять. Потому что в обычном крем химия. Эти масла выводят все последствия от грязной экологии. Мы живем в мегаполисе. Мы вдыхаем. Мы через еду получаем много чего. То есть вот эти пластмассовые помидоры, я не могу их есть. Я лучше поголодаю. Через одежду, порошки стиральные. Это все через кожу проникает внутрь. Масла убирают всю эту химию, растворяют, выводят. Очень хорошо лимфатическая система очищается. Поэтому у них есть небольшой прям ассортимент, довольно-таки интересный, чтобы что-то подобрать и перейти. Я себе только крем, лосьон взяла, шампунь, бальзам, все такое. По-моему, там зубная паста, много для детской программы есть. Много чего. Я пока вот здесь, потому что еще всю продукцию не изучила, а хочется каждый пузырек попробовать. Пока не весь, но есть. Уже есть что почитать, там разные. Есть у них, конечно, вот то, что вы здесь видите, то, что порошочки я принимаю. Вот такие в виде порошков в баночках. И омега-3, и энзимы, ферменты, которые нужно принимать постоянно, да. То есть противостарительный, как его назвать, антиэдж-комплекс, как перевести по-русски-то. Ну, в общем, чтобы быть молодой всегда. Как я сегодня... Сколько вам лет? Я говорю, 34. Он такой, 44. Говорю, что-то покуда. Да, я бы, говорит, не удивилась. Я говорю, ну, хорошо. А вы консультируете, принимаете, идете в проем? Да. А как можно, возможно, записываться или как? По телефону. По телефону? Да. На визит. Да. Вот. Какие диагнозы лечите? Я ничего, я исцеляю. У меня все направлено через духовный рост. Любые. Если человек неверующий, то есть категорически в него что не верит, просто... Ну, они ко мне такие не приходят, но я таких и не беру, потому что бесполезно работает высшие силы не я. Если он не верит, то результата будет 20. А он из-за своего бога верит какого-то, своего там? Ну, какого своего? Какой-то свой. Ну, какой свой. Ну, не какой-то вот общий принятый. Я не говорю про религию. Нет, я не про религию. Нет, про мусульмане приходят. Есть какой-то бог? Он один в любом случае. Нет, есть категоричные атеисты, вот они ко мне не приходят. То есть я ни во что не верю, они ко мне не приходят. Поэтому, когда предлагают онкологических больных, мне нравится с ними работать, но если человек ни во что не верит, то есть я понимаю, что там не будет того результат, который ждут. А, ну, еще вопрос, если серьезные заболевания по голове. Эфирные масла хорошо помогают. Тут даже не моя терапия, то, что я работаю, да, вот как бы до эфирных масел, как-то с этим тоже работала. Но тут проще вот это, это ближе, да, к пожилым людям. Это ближе. Чистит голову очень хорошо. Хорошо, вы почитаете. Так вы, вот у вас книжка в руках. Да вы ее все, я ее еще все не изучила. А что вы говорите, что вы этот час изучите? Если будете этим заниматься, да. Вот мне сейчас привезли 20 книг. Все. Вот уже несколько своим раздала, кто ждал. И вот кто новый решится войти в это, то, пожалуйста, использовать в эту систему. Там есть маркетинговая система определенная, да. На этом можно, кстати, деньги зарабатывать. Здесь интересно, тоже могу рассказать, пожалуйста. Да, да, у него жена маркетолог. Вот они когда вместе так слились, у них духовно-материальный мир объединился, и компания уже делает в 2015 году миллиардные обороты. То есть когда духовность с материей соединяется, это очень хорошо и полезно. Вы знаете, в общем, видите, такое или инфекционное масло, которое помогает таким сложным ранам заинфицировать, затягивать? Конечно. Ну, вы поймите, они все противовирусные, грибковые, противоинфекционные. Все масляные. Вот, полистайте потом, пожалуйста, для себя поймете. Я говорю, я не жадна, но если вы созреете вот на этом, с проблемой, сейчас расскажу тогда ценовую политику, просто уже не буду это на камеру говорить. Можно попросить выключить тогда камеру и на другую тему пообщаться? Девушка, а можно попросить выключить? Уже микрофон у нас закончилась трансляция. Да, и можно попробовать сейчас будет, и расскажу вам.